МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Жительница Белорецка в Башкортостане 13 раз писала заявление на бывшего мужа. Полиция не отреагировала ни разу. В итоге экс-супруг убил женщину, нанеся ей 14 ударов тесаком для забоя скота. 31-летняя девушка ушла от мужа из-за постоянных избиений и угроз. Но даже после расставания бывший не оставлял ее в покое. Следил за ней, проверял телефон и личные вещи. Грозил расправиться не только с ней, но и с ее родителями. Девушка снимала побои, обращалась за помощью к полицейским. Но дела не возбуждались. Чувствуя свою безнаказанность, экс-муж угрожал ей даже в отделении при сотрудниках. Поехали, пообщались. Меня за резко, вы слышали? Алина. Меня за резко, вы что скажете? А? Кстати, еще раз говорю, я тебе еще не за резко. Иди, поеду, и съездили, пообщались. Поехали? ***, слышали? Родители девушки сами попытались защитить свою дочь от маниакального бывшего. Наняли охранную фирму, установили дома камеру, на которую и попали чудовищные кадры убийства. Ночью мужчина подкараулил бывшую жену у дома и практически на глазах у подруг нанес ей 14 ударов тесаком. После этого он сел в машину и поехал сдаваться в полицию. Все заявления, которые она писала, да, все даже были судебно-медицинские экспертизы, да, она снимала побои, ездила. Сколько раз она обращалась в травматологию. Участковый просто закрывал дела, и не было никакого следствия. У нас уже за традицию взялось то, что она приходила домой, и мы всегда ее провожали до дома и ждали, когда она зайдет. Чего только не сделаешь, чтобы удивить своих подписчиков в социальных сетях. Собрать кучу лайков, попасть в тренды или, как говорит молодежь, словить хайп. Казанец решил прокатиться на моноколесе с регистрационным знаком автомобиля, и как будто бы ему пришел штраф с камеры за превышение скорости. Потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит на спинках. Не так-то легко обмануть искушенных зрителей. В комментариях к ролику написали, что все это фотошоп. На мосту стоит человек, который, по словам подписчиков, и сделал фото. Потому что в самолете все зависит на спинках. Преобразить мир вокруг себя, не надеясь на остальных, решили мамы из Елабуги. Они порядком устали от скрипка качелей в гуляй-парке и решили сами привести их в порядок. Многодетные мамочки. В парке бывают нечасто, но их дети площадку любят. Ждать у моря погоды не стали. После домашних забок смазали качели, а спустя еще день ошкурили и покрасили. Не без помощи одного из пап. Присев на одну из качелей, мы хотели обсудить весь этот бардак, но не услышали друг друга из-за скрипа. И тут родилась идея прийти в следующую ночь и смазать эту поющую качельку. В Казани маршрутный автобус вылетел на трамвайные пути. По словам водителя, у него отказали тормоза. На этот раз обошлось без жертв. Ассоциация перевозчиков ответила, что водитель автобуса пытался объехать пробку. В отношении его идет служебная проверка. Также в организации отметили, что тормоза у автобуса были исправными. Водителя подвело банальное лихачество. В Нижнеканске спасли котенка, который застрял под капотом автомобиля. Видимо, он забрался туда, прячась от собак. Но выбраться обратно уже не смог. Жалобные мяуканьи услышали проходящие мимо подростки. Однако достать пушистый комочек сразу не получилось. Тут в машине котенок застрял. Ой, вон он. Намерся. Капец, он очень маленький. Утром к спасательной операции подключились взрослые. И котенка, наконец, удалось вызволить из плена. Никак его не вытащить оттуда. Ищет маленький. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан 24.